Владимир Фисенко, политолог, присоединяется к нашему эфиру о мирном плане и не только говорит с ним далее в нашем эфире. Владимир, здравствуйте, мы очень рады вас приветствовать. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Давайте начнем с мирного плана Украины. Предложения третьих сторон. Как много их, все ли они учитываются и чего они касаются? Знаете, предложения есть разные. Мы не знаем, может быть, конкретики, деталей предложений отдельных стран, тем более, что, я бы сказал, есть определенная конкуренция на роль посредников в переговорах с Россией. Здесь есть и международные организации, такие как ООН, есть религиозные структуры, вот Папа Римский тоже предлагал свою роль как посредник. Есть уже лидеры вот в этом соревновании, президент Турции Эрдоган, он уже вместе с ООН добился успеха в организации зернового соглашения с Россией, и он хочет добиться и большего, добиться некого мирного договора. Президент Макрон тоже, очевидно, выдвигает тоже ряд инициатив. Но, как правило, в публичных заявлениях не звучит конкретика. И главная проблема в принципиальной противоположности позиции Украины и России, особенно это касается статуса оккупированных территорий. Вот здесь, к сожалению, наверное, с точки зрения логики мирных переговоров, но компромисс вряд ли возможно найти. Именно по этой причине украинская сторона принципиально настаивает, в том числе и в этом мирном плане, в своих мирных инициативах, о том, что для нас главная принципиальная позиция – это освобождение всех оккупированных территорий. После этого, да, можно начинать согласование вопросов, которые будут касаться объемов компенсации нанесенного ущерба. Возникнет целый ряд вопросов, которые будут, скажем так, необходимо будет урегулировать. Ну, например, это вопрос о статусе Азовского моря. Потому что прежняя ситуация, которая была зафиксирована в договоре 2003 года, когда Азовское море считалось морем совместного использования и Украины-России, вряд ли сейчас это возможно. Надо будет урегулировать вопрос о правилах использования Керченского пролива и так далее. По Черному морю много вопросов возникнет. Ну и, собственно, вот каждый пункт мирного плана Украины, он будет нуждаться в конкретизации. Это будет предмет согласования в процессе переговоров. Я здесь отмечу лишь еще одну важную инициативу, которая вот появилась в конце года, обсуждалась в том числе и в США. Это инициирование международной мирной конференции. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент. Мы понимаем, что дело не только в услугах посредников, а в том, чтобы это было зафиксировано в многосторонних мирных договорах. И здесь мы перехватываем инициативу у России, потому что раньше Путин хотел некую новую Ялту. Ну, по аналогии с Ялтинским соглашением, когда заканчивалась Вторая мировая война и делили мир союзники-победители. Вот Путин хотел поделить мир, но западно такие, скажем так, старые империалистические игры не соглашаются. А вот сейчас, как это ни странно, но новая мирная конференция, она может быть и должна быть в интересах Украины, отстаивающей свой суверенитет и территориальную целостность, а не в интересах России. И вот эта идея с новой Ялтой, она, как это ни парадоксально, но может сыграть против Путина. Знаете, вот сегодня Путин дал интервью, и некоторые цитаты уже облетают мир. Он говорит о том, что хочет переговоров и готов к переговорам, но в то же время он опять тотально врет и говорит о том, что это Запад хочет разделить Россию, подразумевая Украину частью России. Скажите, пожалуйста, как в такой ситуации можно идти на переговоры и говорить вообще о каких-либо уступках? И готова ли Украина пойти на уступки, лишь бы эти разговоры и война прекратились? Обратите внимание, когда мирный план, предложенный президентом Украины Зеленским, обсуждается, либо во время визита нашего президента в США, либо в переговорах с представителями других стран или международных организаций, не идет речь об уступках. Термин уступка не звучит. Вот можете это легко проверить. В любых публичных заявлениях, во время встречи, вот и с президентом Байденом, разговорах с тем же Макроном, Шольцем, с Эрдоганом, с представителями ООН, тема уступок со стороны Украины не звучит. О чем идет речь, когда Украина говорит о возможности переговоров? Это просьба и наших союзников, в том числе и Соединенных Штатов, чтобы мы не отбрасывали вопрос о возможности переговоров вообще. Переговоры понадобятся. Вот как раз то, о чем я говорил. Даже если мы освобождаем все оккупированные территории, а именно к этому стремится Украина, все равно понадобятся переговоры. Вот тот же статус Керченского пролива. Потому что, к сожалению, все, что было до этого, нарушено. И каким-то образом надо будет урегулировать. Потому что мы будем заинтересованы в том, чтобы наши суда возобновили судоходство из Азовского моря через Керченский пролив в Черное море. По Черному морю тоже придется, я думаю, договариваться. И вот по Азовскому морю надо будет делить акваторию. Это потребует переговоров. Это вот лишь отдельные конкретные вопросы, по которым понадобятся переговоры в том случае, когда мы выйдем на границы 1991 года. Понадобятся тоже договоренности о том, чтобы были прекращены все обстрелы. Как ракетные обстрелы нашей территории, так и обстрелы через государственную границу. Потому что даже сейчас идут обстрелы с российской территории на приграничной украинской территории, в Харьковской области, в Черниговской, в Сумской. И вот о прекращении таких обстрелов надо будет договариваться. Так что вот об этом речь идет, а не о каких-то уступках. Некоторые посредники, но это не официальная информация, даже неизвестно, кто именно это предлагал, но якобы была идея, что вот давайте, может быть, договоримся о том, чтобы вопрос о статусе Крыма решался не военным, а политико-дипломатическим путем. И была вроде бы такая идея, что вот статус Крыма на 7 лет, он будет предметом переговоров. Но если в марте, вот когда были еще переговоры в Турции, там даже цифра 10 лет звучала, но тогда была совсем другая ситуация. Сейчас она кардинально изменилась. Но, например, речь шла о демилитаризации Крыма, если он остается на какое-то время еще под контролем России. Но думаю, что в будущем году по мере изменения военной ситуации, по мере освобождения оккупированных территорий Украины и изгнания российских захватчиков, вопрос о том, на каких условиях будут идти переговоры, он будет меняться. И для нас это не вопрос о статусе оккупированных территорий, а о том, чтобы полностью прекратить военные действия после того, как мы выйдем на границы 1991 года. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил сегодня главные задачи украинским дипломатам, которые следует выполнить в следующем году. Это очень важные и интересные цели. Давайте их по пунктам разберем. Начнем, пожалуй, с первой задачи, которую президент определил, для них как начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Какая работа на сегодня уже проведена Украиной со странами-членами Европейского Союза? И какие перспективы нашего членства на сегодняшний день? Как вы оцениваете? Я вот здесь одно уточнение сделаю, потому что все эти восемь задач, они касаются работы наших послов. Раз в год послы Украины, они приезжают в нашу страну, либо, ну как сейчас, немножко другая ситуация, онлайн-связь и министерство иностранных дел, глава министерства, а также президент, дают установки, на чем наши послы должны сосредоточить свою деятельность. Вот эти восемь задач как раз касаются деятельности послов, в первую очередь. Это их приоритеты на следующий год. Вот то, о чем вы сказали, касается тех задач, которые уже решаются на уровне министерства, на уровне контактов президента со своими коллегами в других странах Европейского Союза и странах НАТО, в частности вот по европейской интеграции. Мы получили статус кандидата. Вот сейчас совершается выполнение тех домашних заданий, которые были выдвинуты и нам, и Молдове, в момент получения статуса кандидата в члены ЕС. В будущем году начнутся переговоры с Европейским Союзом о вступлении нашей страны в Европейский Союз. В рамках этих переговоров также будет сформулирован пакет реформ, который мы должны будем выполнить. Но в чем тут есть нюанс? С отдельными странами могут возникать отдельные вопросы, которые надо будет согласовывать. Такие вопросы есть даже с нашими ближайшими соседями. Иногда они конфликтные, иногда проблемные. Иногда это попытки давления отдельных стран на Украину, как, например, в случае с Венгрией, который пытается иногда даже нас шантажировать, в том числе и в рамках процесса европейской интеграции. Иногда это касается статуса отдельных национальных меньшинств. Такая проблема существует, например, в отношениях с Румынией. Вот такие вопросы надо будет согласовывать. И, конечно, будет продолжаться процесс, который был начат еще до большой войны, до 24 февраля, когда с каждой конкретной страной Европейского Союза мы договариваемся о том, что эта страна будет поддерживать вступление Украины в Европейский Союз. И подписывается отдельный документ, где эта страна публично поддерживает вступление нашей страны в ЕС. Вот этот процесс будет продолжен, и на этом будет сконцентрирована работа тех послов, которые работают в странах ЕС. Ну и по НАТО. Такая же работа будет идти, просто немножко в другом формате, потому что Украина уже подала заявку о членстве в НАТО. Вопрос этот будет решаться уже после завершения войны, но подготовительную работу надо провести заранее. Потому что мы на примере Финляндии и Швеции сейчас видим. Здесь могут тоже возникать определенные противоречия. Некоторые страны могут выдвигать свои встречные условия. Поэтому лучше здесь провести такую профилактическую подготовительную работу заранее. Этим будут заниматься наши послы в странах Европейского Союза и НАТО. Дмитрий Петрович, вот вы сейчас говорили о НАТО, и хотелось вас уточнить, потому что там, как вы считаете, о чем именно идет речь? Каких результатов? Да, потому что подготовка к запланированному саммиту НАТО, это тоже подготовка, это тоже часть работы дипломатов. А вот нужно обеспечить конкретные результаты этого саммита для Украины. А о чем именно идет речь? Какие результаты? Это как раз касается, во-первых, надо обеспечить полноценную подготовку самого саммита. Тут тоже есть нюансы. Вот я упоминал уже о Венгрии. К сожалению, Венгрия создавала нам проблемы в полноценном проведении саммитов Украины НАТО. Вот там уже одна проблема. Она техническая, вроде бы, процедурная, но она очень значимая. Теперь второе. С точки зрения нынешней ситуации, сейчас для нас главная задача – это обеспечение полноценной поддержки как отдельными странами НАТО, так и Североатлантическим альянсом в целом Украины в военном противостоянии российской агрессии. То есть военно-техническая и организационная поддержка НАТО. Поддержка идет в основном по линии связей с отдельными странами НАТО. Ну, в первую очередь, это вот в наибольших объемах – это Соединенные Штаты, Великобритания, Польша, ну и далее другие страны. Но есть и целый ряд отдельных программ, по которым, в частности, на недавнем саммите, в министерском саммите НАТО в Румынии, была договоренность, и, например, решили перенаправить ряд средств, которые были в фонде для Афганистана. Их сейчас перенаправлено в Украине. Речь идет о продолжении процесса продвижения Украины к стандартам НАТО. Сейчас это происходит на поле боя с использованием оружия НАТОвского, стран-членов НАТО. То есть мы здесь уже, я бы сказал, де-факто уже выполняем эту задачу. Но, тем не менее, есть процедурные моменты. Самое главное сейчас это в полном объеме обеспечивать потребности украинской армии в оружии, в обучении использования западного оружия. Вот это задача номер один. И следующая задача, уже на перспективу, это добиться согласия на то, чтобы был сформулирован определенный график, когда и как будет решаться вопрос о предоставлении Украине статуса члена НАТО. Раньше это был переходной период, так называемый Membership Action Plan. Вот сначала получает такой переходной статус, ну как вот в Евросоюзе кандидат в ЛНИС. А потом уже предоставляется полноценное членство в НАТО. А Украина, используя прецедент с Швецией и Финляндией, этот процесс еще, правда, не завершен. И уже, скорее всего, будет завершен в будущем году. Там должно быть согласие парламентов Турции и Венгрии. Но мы хотим использовать этот прецедент и для Украины. И вот надо готовить отдельные страны НАТО и штаб-квартиру этого альянса для того, чтобы нам дали согласие и чтобы был выработан определенный график, четкий график, как этот вопрос будет решаться уже в будущем году. Какие-то вопросы могут быть решены еще до завершения нынешней войны с Россией. А дальше надо уже выработать четкий алгоритм, каким образом и когда Украина получит это членство после завершения войны. Спасибо вам за этот разговор. Владимир Фисенко, политолог, присоединялся к нашему эфиру.